В России в 1630-х годах ощущалась явная нехватка серебра. Командир отряда томских казаков Дмитрий Копылов решил отправить на поиски серебряной горы, горы Аджал, своего помощника Ивана Юрьевича Москвитина. Используя эвенов и эвенков в качестве вождей, то есть проводников, Иван Москвитин должен был дойти до моря, построить там морские суда и на них идти до земли натков, в низовье Черковы. Ранней весной по приказу атамана Дмитрия Копылова, 20 томских 11 беглых красноярских казаков во главе с Иваном Москвитин поплыли на дощаннике Усть-Путской постройки, вниз по реке Алдан, а потом вверх по реке Майи. На Большое море, океан по тунгусскому языку, на Ламу. От сопровождавших их эвенов русские узнали, что Черколу называют также Омур, возникшая от искаженного Момур, которое произошло от нанайского Монгмур, Монгбу, то есть Большая река или Сильная вода. Так и возникло название Амур, получившее широкую известность во всем мире в конце 17 века. Вожжи и Вены открыли москвитинцам самый легкий переход через хребет Джубджур по левому притоку реки Майи, реки Нудэми на приток реки Ульи, которая впадает в Охотское море. Этим путем в августе 1639 года и вышли русские на берега Тихого океана. Тогда же они заложили первое селение на Дальнем Востоке и на берегах Тихого океана, Усть-Ильинское, Зимовье, и приступили к первому сбору ясака с аборигенов Дальнего Востока. Так началось присоединение к России земель и народов Дальнего Востока. Страдая от нехватки продовольствия, участники похода заинтересовались рассказами Эвена о рыбных богатствах северной реки Охоты. 20 москвитинцев 1 октября 1639 года отправились на речное ладье по морю на север и уже 4 октября 1639 года первыми из русских дошли до реки, которой суждено было сыграть особо важную роль в истории русского Тихоокеанского мореплавателя. Мореплавание 16-19 веков. Рыбные богатства охоты поразили русских людей. Сообщал казак Колобов. А рыба большая, в Сибири такой нету. По их языку кумжа, голец, кита, горбуня. Столько де ее множество, только небо запустить и с рыбой никак не выволочь. А река быстрая, и ту рыбу в той реке быстренью убивают и выметывают на берег. И по берегу ее лежит много, что дров. И ту лежачую рыбу ест зверь. Выдры и лисицы красные, а черных лисиц нет. На охоте и ураке москвитинцы смогли взять несколько амманатов, то есть заложников, которых отвезли на реку Улью. Охотские вены, убедившись, что казаков мало, решили попытаться отбить заложников. Это им удалось, но во время стычки русские захватили новых амманатов. Один из них сообщил, что от них направо, в леднюю южную сторону, на море, по островам живут тынгусы же, геляки сидячие, а на них медведи кормленья. Так русские узнали о существовании оседлых нивхов, по-евенкийски геляха, у которых действительно издавна существовал обычай в специальных клетях выкармливать медведей. Это сообщение заинтересовало москвитинцев, собиравшихся в 1640 году плыть на построенных ими на реке Улье двух кочах, по 8 сажен, то есть по 17 метров длиной, кустью реки Амур. Эвен-информатор был взят в плавание. Участникам морского похода добилось первыми из русских побывать на реке Уде, пройти мимо Шантарских островов и, наконец, без вожа, так как он сбежал, дойти до островов Гелядской Орды. Результатом их похода на юг стало строительство Удского острошка. Свидетельство Москвитина относительно неизвестных островов подтвердил казак Колобов, который в 1646 году после возвращения в Якутск первых поярковцев сообщил, что участники похода анатырков на найцев реки Амура не доходили, а геляков, которые живут по островам тех, проходили, а то Диамурское устье они видели через кошку. Увидев скопление нивских лодок, москвитинцы не решились войти в устье из-за своего безлюдства. Советский этнограф Долгих по архивным документам установил, что в середине 17 века, как и в 19 веке, крайним западным рубежным селением оседлых нивхов или сидячих геляков являлся Коулинский Улус или Коль. Поэтому можно предполагать, что островами сидячих геляков, как правильно указывается и на карте Сибири, Избранта и Деса, были острова, находившиеся в непосредственной близости от устья реки Амур, то есть остров Лангр или Байдуково и остров Сахали. На обратном пути москвитинцы от одного тугурского эвенка получили немало различных сведений о жителях Преамурья, Даура, Нанайцах, Нивхах, о живших на берегу моря бородатых Даурах, скорее всего, о сахалинских Айнах. Колобов сообщал, что москвитинцы побывали на месте, где бородатые люди побили геляков-нивхов и что это произошло будто бы на реке Уде. Однако, по некоторым данным, туда Айны не доходили. По данным Айнского и Нивского фольклора, Айна-Нивские войны велись главным образом на острове Сахалин. Наиболее известное столкновение произошло в 17 веке в Сахалинском заливе Уанды, что означает битва. Все это дает основание считать, что москвитинцы не только видели берега Сахалина, но даже высаживались на остров и, следовательно, открыли Сахалин за три года до появления у его берегов голландской экспедиции де Фриза в 1643 году. И, к тому же, ошибочно принявшие его берега за северную часть острова Иеца, то есть острова Хоккайто. Вернувшись в 1642 году в Якутск, Иван Москвитин сообщил воеводе Головину, что они ходили с Уди реки по морю на правую сторону, изымали тунгуса, и тот же тунгус сказывал им про хлебную реку и хотел их везти на ту реку хлебную. В своем отчете москвитин сообщал, что он от приохотских тунгусов узнал, оленные тунгусы продают натканом, то есть гольдом, соболей, а у тех людей емлют серебро и чаны большие медные, и в тех чанах есть варят. Река есть Амур, называемая, от конных людей, и те люди хлеб сеют и вино сидят, по-русски, кубами, медными и трубами. Да в тех же людях водятся петухи и свиньи, и кросно холст ткут по-русскому, и от тех людей возят к натканом, гольдом, муку по Амуре, в стругах плавят. Это были первые русские сведения о реке Амур. Сообщения о плодородных землях в бассейне Амура побудили якутских властей снарядить туда специальную экспедицию. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Субтитры подогнал «Симон»